Как Прабхупада, смотрите, ведь он был во Вриндаване. И как чистый, преданный он испытывал неописуемое блаженство, живя во Вриндаване. Он там молился, самадхи Рупа Госвами, общался с самадхи Духовным Учителем, общался с Господом Кришной. И те, кто помнили Прабхупаду, видели, что он находился в постоянном блаженстве, в экстазии. Однажды Прабхупада сидел там, в храме Радха Дамадара, перед самадхи Санатами Госвами. И там он повторял мантру, он жил в том месте. С четками, и один духовный брат увидел, что Прабхупада, он сидит и ручьи слез льются из его глаз. Он повторяет, Джапо. Он подошел ближе, увидел, что скорпион очень близко к стопе Прабхупада подошел. Скорпион, опасно может укусить. Он сказал, Свамиджи, Свамиджи. Но Прабхупада не слышал ничего. Он слушал Джапо. Он полностью был в сознании Кришны, в полном блаженстве. Это слезы восторга, говорится, это ликование. Это особое состояние. И тогда он попытался этот скорпиона как-то палкой сбить куда-то. Нашел что-то быстрое. И в это время он задел Прабхупада одеждой своей. Прабхупада открыл глаза. И увидел, что его брат Боги с палкой хочет ударить скорпиона. Трясит рядом у его стопы. Сказал, не трогай его. Ведь он же предан. Вот таким был Прабхупада. Но теперь скажите, если Прабхупада имел такое видение, он поехал по всему миру проповедовать. Люди, которые вообще понятия о Кришне не имели, были полностью погружены в греховную деятельность. Более того, они и планировали и дальше в этом направлении развиваться. С решимостью. С большой решимостью. Вся цивилизация развивалась в сторону чувственных наслаждений. Прабхупада приехал и говорит, что если вы общаетесь с такими оскорбителями, вы теряете сознание Кришны. Вы разрушаете свою духовную жизнь. Если вы общаетесь с непреданными постоянно. Прабхупада в самое логово материализма, в Нью-Йорк, в Америку, да еще, в нижний район Нью-Йорка. Там, где люди жили исключительно для чувственных наслаждений. Они опустились на дно жизни. У них было одно преимущество, что они искали смысл жизни. Просто они были сбиты с толку. Прабхупада увидел это, что это хорошие люди. Можете представить? Вся Америка думала, это какое-то бедствие, отброс. И смотрите, какое странное поколение страшное. Прабхупада говорит, о, хорошие ребята. Он пишет в Индию, говорит, тут есть очень хороший мальчик появился, живет со мной, Дэвид. Он еще ЛСД принимает, но такой хороший мальчик. Он так искренне слушает Кришне, я его привезу, покажу в риндаун, вы увидите, хороший мальчик. Но этот мальчик сошел с ума от передозировки. Прабхупада увидел, он любил людей. Можете представить? Он даже скорпиона, говорит, не убиваясь, он же преданный. И он так любил людей, что мы, когда читаем книги Прабхупады, мы не столько интересуемся даже философией, а вот его именно подачей, отношениями, его желанием дать это знание. Возвысить людей. Он просто искал вот этой милости, трупы Госвами, санатные Госвами. Он говорит, я получил эту милость, наконец. Я, говорит, готов проповедовать. Сейчас блаженство бьется в моё сердце ключом, он говорит, и не останавливается. Я готов ехать на запад, куда угодно сейчас. И когда он приехал в Америку с семью долларами в кармане, это жизнь на несколько часов в Америке, в Нью-Йорке, каждый месяц он думал, я уеду обратно в Индию. Невозможно, было очень трудно. Представьте, даже когда он просто гулял по улице утром, на прогулку выходил, я его предупредил, с вами же тут лучше не ходить по улицам рано утром. То есть, один снайпер сумасшедший, который людей отстреливает иногда с чердака. Это была Америка. Пропал в такие условия, искал возможность дать чистое, преданное служение. Он говорит, Анна Лой, чистое, небеспримесное преданное служение. В столице Калиюги, Нью-Йорке. Америка, да, она достигла самого большого материального успеха к тому времени. Она до сих пор считается такой страной. Очень значительной в мире, в материальном отношении. Пропада там, распынялся на Нани Кришны, ездил по всему миру, был также в России, сказал, люди здесь готовы приняться на Нани Кришны прямо сейчас. Они все очень аскетичны. Но поскольку нет духовной энергии, угрюмы, серьезные, они готовы, но сейчас нет никакой возможности, он сказал. Никакой. Полный контроль, тотальный контроль. Пока невозможно. Но люди готовы, это будет страна, и будет много преданностей. Он сказал. Люди жили в аскезе в России и даже не знали об этом, что это аскезы. Когда я поехал в Швецию, мы впервые пересек границу, в такую западную страну, кап-страну. Давно мы пошли посмотреть, конечно же, магазин. Мы были преданными. Я не мог войти в магазин сначала, потому что я думал, что магазин не работает, там никого не было. Не было вообще никого. Я не мог решиться войти в магазин. Я не мог закрыть или открыть. Может, я побеспокоюсь, если войду туда. Мне сказали, а почему ты не заходишь? Я говорю, а что можно? Да, он открыт, пойдем. И там никого не было вообще в магазине. Ни очередей, ничего. У нас, чтобы купить картошки, килограмм, это пять килограмм, нужно было стоять час в очереди, в то время. Просто идите в очный магазин, час в очереди просто идите. Пропадает, это все увидел, что он пытался добыть капусту для просада. И два часа его не было, он ушел. В Москве это было. Пропада жил в отеле Континенталь и в Проголодь. Это Москва была. Он сказал, люди очень аскетичны, ему понравилось, что они поливают по утрам улицы, но все угрюмые, не хватает духовной энергии, это они готовы приняться в ней, Кришна. Видите, как чистый предан, вы можете увидеть, очень просто. И поскольку Пропада мог иметь вот такую любовь, то есть отсутствие всякой зависти, млечки, яваны, ракши, он пролюбил этих людей, он мог их критиковать, говорить острые слова. Если кто-то вас любит, он имеет право это делать. Отец, он имеет право говорить очень прямо, ругать, критиковать, называть плохим словом иногда. И вы с благодарностью вспомните, потому что это было проявление любви. Пропада проявлял такие качества, когда его братья духовные ругали, что же ты делаешь? Зачем же ты на Западе инициируешь мужчин и женщин равно? Там такие женщины, такие мужчины, ты им даешь инициации браманические. Я не даю инициации там на Западе. А в Америке? А в Америке Пропада? Там в Америке нет мужчин и женщин, мать и животные. Так что все в порядке, я не даю инициации мужчин. Они не знают обязанности ни мужчин, ни женщин, нет никаких понятий, никакой тхармы. Они млеч хияваны, ракшасы, то есть можно их инициировать просто. Они невинны в этом плане, они рождены в такой культуре. Вот Пропада, такая любовь была, смотрите, мог любить людей. Один хиппи пришел к нему, он весь разбитый, знаете, жизнью, человек молодой, но уже полностью потерявший смысл жизни, опущенный. Говорит, Пропада, от меня все отвернулись, я никому не нужен, ни семье, ни стране, ни обществу, никому, никого мне нет. Я никому не нужен. Пропада сказал, очень хорошо, я тебя возьму. Принимал таких людей. Любой, кто интересовался сознанием Кришны, с улицы мог зайти, Пропада радовался, чистая душа пришла. Здесь описывается, ни те, ни зависти, ни те, ни зависти. Почему коммунисты не установили эти принципы равенства, любви, добра в этом мире? Потому что они избавились полностью от зависти. Они завидовали богатым людям, они стали врагами богатых людей. Но Пропада говорит, приходите к нам все, и капиталисты, и коммунисты, и фашисты, ешьте просад, пойте киртан и станете Кришны. Все получите благо, неважно кто вы, приходите все. А что это вы все время поете, танцуете, спрашивали Пропада? Что у вас за движение такое? Вы вообще не работаете. Вы так присоединялись к нам? В те 90-е годы проповедь была такой. Со сцены мы заявляли людям, нужно воспевать как можно больше. Как можно больше нужно воспевать Харик Кришна, понятно? И принципы соблюдать. Мы не знали философии, мы вам так поговорили, лозунги. Но с верой. И кто-то всегда из зала поднимался и кричал, если все будут воспевать, то кто будет работать? И мы отвечали, вот кто не будет воспевать, тот и будет работать. АПЛОДИСМЕНТЫ